ребята всем привет блин камера заглючила только что в ошибку вышла ну пошла работать спасибо всем ребята за вчерашние отзывы мамки все-таки да и врача вызвали и сказал да давайте и курить немножко нельзя резко бросать она может умереть только из-за того что ей как алкоголику вовремя не дать похмелиться ладно проехали мамки намного полегче стало пиле и сегодня кучу лекарств там врач по на выписывал витамины а у нас с вами начинается новая тема вот четыре дня у нас отдыха так шумит кофемашина значит нам надо зайти четыре дня ребята смотрите что сделать то есть новая опять моя идея вечно я вот это в покое никого не оставляю вас дергаю сам дергаюсь помните за 900 гривен купил из днепропетровска мне прислали котел фироли вот кстати этот человек не помню видео или как зовут он-то подписан и все увидит я ему обещал снять видео как я это все буду делать не важно значит смотрите какая беда в этом котле у него стоит теплообменник биотермический если кто не знает что это такое наберите в интернете как он устроен то есть это был котел фироли как у нас в квартире такой же самый также вот в дом теперь купил такой же он работает и как колонка из воду горячую вам дает и как отопление но у этого человека вот стоял этот котел непропетровский где-то на даче я не знаю или в доме и у него получилось в одном теплообменнике смотрите в каждой трубке ну вот наберите еще раз кто не понимает о чем речь поставьте на паузу и посмотрите как устроен битермический теплообменник то есть там в одной в этой трубке внутри стоит другая трубка только она ромбическая ну квадратная допустим чтобы легче было понять в круглой крупки мед медной трубки стоит квадратная трубка по краям идет у нас отопление а внутри в квадратной трубке идет гвс то есть горячее водоснабжение вот для чего так сделано опять же наберите в интернете но в двух словах для чего если нет воды у вас горячего водоснабжения то у вас тогда может прогореть теплообменник он не прогорит потому что там будет защищать верхняя рубашка воды которая идет на отопление вот так поэтому сейчас конечно таких котлов очень мало выпускают в основном теперь двух теплообменников выпускает первый теплообменник идет на отопление а тут еще дополнительный такой ставят маленький который идет на горячее водоснабжение вот но у меня же идея вечно же я вот это хитрый такой недорого купил этот котел и вот думаю чем у меня стоял тут железный вулкан вот этот вот я его кстати выставил хорошее качество все но он кпд очень низкая ой могут не знать андрю что такое кпд да а кпд это коэффициент полезного действия а вот здесь вот у нас квартире да мы там копейки платим за отопление потому что там хорошую такой теплообменник вот тут тепло пошло газ у вас и сразу вот четко все в трубу идет там практически ну не горячая теплый воздух выходит на выхлоп поэтому мне захотелось и в доме такой поставить вот теперь смотрите как я хотел как я судьбу хочу это обмануть вот я купил этот котел недорого у него получается между вот этой трубкой внутренней которая идет на воду и между наружной трубкой вот она идет больше диаметра которая идет на отопление у него здесь получилось прогнила вот эта штука у него там получается у этого человека в днепропетровске блуждащие токи были и вот сколько он не будет котлы менять вот эти будет все время это происходить то есть ему надо как-то бороться с этими блуждающими токами а у нас вот это будет работать годами ну что нам сейчас надо сделать нам всего лишь надо из этого котла сделать одноконтурный для этого нам надо я его кстати промыл все там пробовал кислотой всякая это но у него немножко вот этот контур вот этот который отопление все равно немножко забить зараза теперь я хочу взять и параллельно эти два контура эти две трубки параллельно соединить то есть у меня теперь смотрите вот тут был у нас выход горячей воды здесь был выход горячего отопления то есть на батарею шло да допустим батареи еще не менял не богатый же человек пока что у нас по дому идут просто трубы поняли сейчас сниму многие люди не поймут что за трубы просто идут вот труба смотрите вот она пошла труба труба раньше помните как делали в селах везде при советском союзе вот так делали идут вот такие трубы у вас через весь дом ну вот у нас одна труба пришла расходится на две ванной до теперь она расходится нет никак не расходится две трубы уйдут по всем комнатам так какому тут хорошо масса ты чё всю ночь столь работала ребяткам привет привет передай лежит такая на владе к койке вот смотрите идут две трубы через весь дом то есть у вас получается весь дом опоясан вот такими двумя трубами полностью весь дом ну бред конечно я согласен вот так раньше делали то что уж такое ребята тут куча котов мишка ты что работал всю ночь эл кому хорошо живется ладно отвлеклись вот она идет эта труба там за стенка же вот здесь ну вы поняли да вот через весь дом она прошла 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 опа здесь она сходится в одну такс на кухню идем мамка вам всем привет передает и вы знаете а желаж это радует так опа тут кофе-машина мешает нам туда вдруг ты выключил хоть ее не горячая тут короче вот одна труба пришла вот опять она в котел вернулась то есть поняли это прямая сверху идет видите отвод там на грище стоит алюминиевый бачок молочный это у нас бачок расширения то есть не теперь бачок расширения в принципе не надо мне надо будет здесь в этом котле изменить немножко работу автоматики вот этот бачок расширения конечно поставлю но не буду я качать две атмосферы там ничего у меня будет как обычно старая система пока что вот ну единственное мне надо что ребята сейчас вот в общем то ради чего видео то снимал все совет опять ваш нужен вот смотрите сейчас это видео выложим и будем ждать потому что вы мне жестоко раз помогали спасибо вам просто за это просто обалденно вот смотрите будет стоять вот такой у меня этот вот это насос вот это же его это ракушка вся кстати насос вело настоящий так вот представьте за 900 гривен купил весь котел на 100 гривен доставка но за тысячу до обошелся в идеальном состоянии насос но он был забитый вот тут не крутился я его разобрал вот почистил все элементарно теперь смотрите что мне надо влада на хайди сюда на снимать я ребятам покажу что я конкретно хочу так долго заходил из-за угла вот а теперь смотрите в лоб прям объем что надо смотрите гвс не будет горячего водоснабжения не будет у нас есть колонка хорошая и нам это не надо здесь ну тем более прогорел теплообменник а он новый стоит 4000 гривен сейчас я сейчас это не потяну смотрите что я хочу сделать тут вот этот который вот вот видите тоненькие трубки вот эта трубка на 17 это я не помню насколько не охота мире час но и неважно мне главное чтобы вы запомнили это на 17 вот это у нас стоит для горячей воды вот это выход уже горячей воды это вход горячей воды здесь смотрите иди сюда здесь у нас насоса идет вот отсюда вот это вот раковины я кстати потом если хотите полностью расскажу работу всех узлов расходника газового клапана и вот этого теплового там как работает клапан но если хотите если нет напишите что не надо теперь смотрите вот насос нам берет обратку вот тут будет обратка приходить холодная вода уже с батареей вот она зайдет сюда с ними снизу вот она сюда зайдет в этот узел вот она зайдет сюда насос и и начнет давить сюда вот эта трубка это у нас будет выход с обратки тут под давлением из насоса будет выходить горячей и холодная вода ну та которая из батареи обратка вот она пришла в теплообменник прошла через все трубки вышла сюда здесь у нас стоит датчик для электроники и вот пошла уже горячая вода после теплообменника вот эта горячая вода вышла сюда и пошла опять на подачу батареи опять горячая вода вышла на подачу поняли теперь смотрите что я придумал мне стеклообменник надо использовать по полному он не течет нигде у у него только прогорела между вот этими трубками вот там такие трубки да допустим идут вот так вот ну так вот змеевиком а внутри стоит квадратная трубка вареная так вот по краям по краям вот четыре получаются таких секций найдете в интернете как устроен биотермический теплообменник там идет горячая водоотопление по краям а внутри этой квадратной трубки идет водоснабжение горячая когда вы открыли воду и вам хочется покупаться вот она нам не нужна для чего так устроена еще раз объясняю я как американцы знаете как американцы насталка разжиют разжиют шок потом выплюнет для тупых как будто бы в это умнее у меня но вот смотрите получается если вдруг газ вы тут херачит а у вас нету давления воды и вообще нету воды среди средней трубки то если бы она была наружной вас прогорела бы нахрен вся эта медь от газа потому что нету охлаждения она бы вся сгорела и рассыпалась вот для этого сделали внутреннюю трубку в ней если нет воды не страшно зато в ней всегда есть по краям вода которая у вас работает на теплоснабжение дома поняли для чего это было сделано но сейчас так не делают можете не запоминать новый котел всегда теплообменник для отопления и внизу теплообменник для горячей воды но мне теперь за копейки купил этот котел он классный просто обалденный жгер у нас квартире такой то есть мне теперь надо смотрите за параллелить эти два теплообменника понятно что там один в трубке другой идет но мне все равно надо потому что у них там прогорело в одном месте где-то там внутри и они теперь между собой сообщаются эти два сосуда вот что я придумал значит я должен теперь подать вот это выход выход вот выход горячей воды да уже будет я его сейчас за параллелю смотрите как вот этими всякими трубками вот я так соединю вот так вот соединю то есть это все выход горячей воды будет один вот эту трубку здесь на выходе и она пойдет туда поняли здесь просто но здесь ребята офисами цыгане ездят и продают колонны а здесь у нас обратка вот она сюда входит и насос должен увеличить давление насос должен прокачать и у него всего лишь один выход вот одна трубка и все поняли как мне теперь соединить чтобы отсюда шло ну вот она идет сюда напрямую да вот пошло все обратка зашла на теплообменник вот тут уже под давлением у вас вода вышла а мне надо теперь за параллели чтобы эту тоже использовать иди сюда кусок теплообменника вот чем мы будем терять кпд это вот он пришел сюда смотрите тут подача воды было для горячей воды просто сюда подходила холодная вода вот крайне краник помните у кого есть такие котлы краник есть который можно давление пополнить в системе систему заполнить вот а я теперь придумал смотрите как этот краник не открывать сюда ничего не подавать и взять вот это отсюда как-то прикрутить такую трубочку можно гофру с нержавейки и как-то вот сюда в эту трубку вот тут насоса давление идет пошло на теплообменник и сюда чтоб на теплообменник тоже пошла на второй контур то есть мне надо как-то ребята долго объяснял ну чтоб вы точно уже поняли как там вот так сюда врезаться вы понимаете что мне надо сюда врезаться как-то как вот как это сделать а ребята я купил сегодня за 20 гривен вот такой электрод помните как у меня костамин больше я помните касталин или как он назывался в киеве мы делали вот такой штукой это дороже было 100 гривен по моему если не дороже я там теплообменник алюминиевый паял вот такой штукой горелкой берешь гореешь газовой вот но вот не дали с флюсом вот этот для меди так а что сюда варить какой-то штуцер что ли получается как вот это соединить то ема я и так чтоб котел не нарушить вдруг мы богатыми станем и мы купим на следующий год теплообменник нормальный вот и потом ту колонку вот с ними колонку эту выкинем на хрен и у нас котел один будет все это делать как бы не нарушать котел ну в то же время вот как то пока что на этот год ну на эту зиму хотя бы вот как-то врезать сюда чтобы раздавала вот с насоса шло на оба этих сюда теплообменника ну вы поняли да наверно поняли андрю корчет это видео выложила ребята сейчас по-любому подскажет потому что все у меня крыша едет я не могу понять что у меня сделать как а знаете еще мысль какая может быть вот этаж на 17 до трубка получается а если природе если вот так разрезать и вот холодильщики от саня с этой ситалии саня если ты нас смотришь можно как-то вот допустим какой-то медный такой тройник найти но наверное холодильщики этим занимаются и тут взять вот так разрезать и сюда впаять тройник такой но только чтобы в этом тройнике на конце была резьба под вот эту трупку вот гофру показывал последний штрих вот такую гофру взять вот она с нержавеет вот она как кстати классно резьба сюда подходит вот через переходник он вот это одна резьба блин сам токарь и забыл что это за резьба 1 2 3 4 облине уже забыл поняли тут бочоночек так продают такой бронзи через прокладочки так соединить вот и допустим взятого так соединить а вот эту гофру такую перекрутить вот и вот здесь в эту трубку в эту вот тут как-то ее раз и соединить и все и у нас получится мы классный сделали из двухконтурного котла сделаем классный одноконтурный и не надо тратить деньги на этот теплообедник если все будет нормально работать ну да и не будем ничего делать тогда оставим ту колонку она тоже кстати хорошая все четко работает там медный теплообменник ну как то так ребята не знаю поймете вы нет мою проблему все ребята жду комментарии ваши спасибо вам всем кто там поддержал с мамкой и всегда меня поддерживали вот четыре дня у нас отдыха там день независимости до понедельник сейчас наталья придет с работы у нас ферросплавный завод я работаю там уже пятница у нас на две трети нас отправляют маленькие заказы дай бог чтоб хоть вообще не стал то завод а то потом я буду безработный и опять буду скитаться по миру все ребята всем пока ждем комментарии